Дорогие друзья, здравствуйте! И наше знакомство состоялось примерно полтора месяца назад, и после всего этого времени я не переставала думать о том человеке, который сегодня в студии, и о том, насколько у вас сил и желаний, ресурсов хватает заниматься вот таким служением людям. Причем не просто людям, не обычным людям, а людям бездомным. Дорогие друзья, в нашей студии сегодня Оксана Кондакова, она вице-президент Межрегиональной общественной благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни». Оксана, здравствуйте! Здравствуйте, Ислана! Я очень рада вас видеть, очень рада, что вы пришли, несмотря на то, что у вас наверняка очень много дел, ведь одно из основных дел – это ваша помощь тем людям, которые находятся на обочине жизни, и это не метафора. Когда вы в прошлый эфир рассказали о том, что вы не проходите мимо таких людей, вы их поднимаете с земли, буквально, тех людей, у которых нет постоянного места жительства, которые остались вообще без ничего, никому не нужные, я мимо пройду. Вот честно, пройду мимо и не подойду, потому что подумаю, что, ну вот, может быть, я сужу даже. А вы подходите, вы их поднимаете, вы их приводите в человеческий вид, вы даете им семью, то, что они потеряли, наверное, основное. И потом даете им возможность найти работу, заработать деньги. И я просто была в восторге, и до сих пор в нем нахожусь от того, что вы вот так помогаете, у вас на это есть силы, вы изыскиваете средства на это, и таких людей, которым вы помогли, которых вы просто спасли, таких людей очень много. И все они живут в вашем центре, и там обретают, ну, наверное, какой-то смысл жизни. В какой момент вы решили вот именно так выстроить свою жизнь, чтобы столько сил, времени отдавать на служение таким людям? Почему? У нас просто личные обстоятельства семейные, да, скажем так, сложились таким образом, что когда-то у меня супруг находился в проблеме большой, да, ему помогли в такой же похожей организации, то есть он восстановился, соответственно, очень долго работал там волонтером, в эту деятельность, ну, как бы познал, получается, со всех сторон, да, и уже самостоятельно, как бы, начал заниматься этим. Мы сначала занимались такой деятельностью без официальной регистрации, да, пока потом зарегистрировали некоммерческую организацию, и, как бы, продолжаем работать с такими людьми, получается, здесь работа по принципу, ну, помогая другим, помогаешь себе. То есть вот таким образом мы, как бы, в эту деятельность, получается, окунулись, да, и живем. Теперь это уже вот наш образ жизни. То есть такая история, получается, про любовь? Ну, скорее всего, да. Замечательно. Скажите, пожалуйста, сколько людей сейчас в вашем центре находятся, вот, и чем они там занимаются? Потому что вот вы нашли такого человека, да, либо вы его увидели, помогли ему, и потом он живет в вашем центре. Ведь это же люди очень ограниченные в каких-то своих проявлениях. У этих людей нет работы, да. Им, во-первых, нужно время на то, чтобы как-то вообще встрепенуться, да, и очнуться от того, что было, и, может быть, как-то оценить то, что они вдруг приобрели. То есть на это все нужно время. Вот чем они занимаются, находясь в вашем центре, как они проводят время, что с ними происходит, и как они потом приходят к тому, что у них вдруг появляется работа, появляется семья. Я знаю, что в вашем центре даже создаются семьи из тех, кто там проживает. Люди, ну, при поступлении, понятно, основная и первая задача – это срочная социальная помощь, да, человеку нужно помыться, переодеться, привести себя в божеский вид, то есть постричься, ну и так далее, да. Немножко отойти, покушать, прийти в себя. Да, на это все как бы нужно какое-то время, да, пусть там кому-то хватает несколько дней, кому-то там чуть больше недели, там. С такими людьми работают у нас в центре волонтеры. То есть волонтеры – это работают по принципу равный равному. То есть это те люди, которые когда-то сами прошли вот этот путь, они поднялись, ну, с разных, получается, как бы историй, да, они смогли преодолеть себя, преодолеть какие-то свои жизненные обстоятельства, невзгоды, и они остались в нашей организации работать волонтерами. То есть с ними неотступно, постоянно, круглосуточно находятся два волонтера всегда, то есть в восстановительном центре. С такими людьми работают волонтеры, с такими людьми работает психолог наш, замечательный просто психолог. С такими людьми работают юристы, то есть бывают же люди, кто приходит совершенно без всяких документов, им нужно восстановить паспорт, нужно восстановить все необходимые документы, там, медицинский полис, ННС, НИЛС для того, чтобы в дальнейшем заняться поиском работы. С такими людьми, ну, работает как бы целая команда, получается, людей, да. Им так повезло, вы ведь сами, сама юрист, и вы помогаете многие дела вот довести до разрешения полного. То есть вы понимаете, помогаете людям отстоять то, что они потеряли, даже такие истории есть. Мы, конечно, стараемся, не можем охватить все на свете, но стараемся как бы людям помочь восстановить права их. У нас очень много всяких разных историй, там и выселение из незаконно занимаемых жилых помещений, и восстановление регистрации, да, то есть пока люди отбывают наказание в местах лишения свободы, их родственники, получается, бывшие родственники, и выписывают, ну, всякие разные истории, конечно, происходят, и они приходят к нам в силу того, что вот оказываются на улице, им жить негде, средств никаких нет, помощи нет, родственников нет, и приходят за помощью к нам. И, соответственно, мы видим, ну, оцениваем проблему, да, если в наших силах помочь, как бы, человеку, конечно, мы беремся за работу и стараемся, ну, человеку по максимуму помочь. У нас, конечно, очень большой, большую помощь нашей организации, и вот таким вот людям оказывает уполномоченный по правам человека в республике Саха-Якутия, это Гурева Сардана Михайловна. Она, ну, человек очень отзывчивый, как бы, и таким людям, то есть, ну, максимально быстро включается, как бы, в работу, подключает весь, получается, ресурс, да, работает там весь аппарат, то есть, конечно, они очень большие помощники в восстановлении прав вот таких вот людей. Ваш центр называется «Линия жизни». Вот что с жизнью этих людей, которые к вам попадают? В какой момент происходит так? Они же рассказывают вам свои истории, да? Что является какой-то вот этой вот точкой невозврата? Я знаю, что в вашем центре есть люди, которые из мест лишения свободы. Их таких, на самом деле, большинство, которые когда-то отбывали вообще, не только вот они освободились и сразу к нам попали, то есть, те люди, вот, которые у нас проходят через нас, большинство, то есть, больше 50% – это люди, которые когда-то находились, привлекались, ну, как бы, они были в местах лишения свободы. То есть, чаще всего, по рассказам наших, получается, как бы подопечных, да, проблемы возникают, это с родственниками. То есть, у кого-то развод, да, за женой расходятся, семьи рушатся, как бы людям тяжело, где-то надламывается, получается, психологический человек, и всё, и жизнь, как говорится, летит под откос. – Мужчины тяжелее всё-таки, да, про… – Мне кажется, тяжелее, потому что у женщин чаще всего же дети на руках, поэтому ответственности больше, и женщины, как бы, себе не дают вот эту слабину, да, им нужно, как говорится, и зарабатывать, и смотреть за детьми, ну, и так далее. – Есть на что отвлечься. – Да, 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 и помощь родственников чаще всего же дети, ну, остаются, и родственники, естественно, больше обращают внимание на женщину с ребёнком, чем на мужчину, поэтому… – У вас работает в центре психолог, который на вес золота, потому что не каждый психолог пойдёт работать вот с таким контингентом. Я даже не знаю, страшно же, что просто даже не воспримут люди, там, ну, скажут, да, я жизнь прожил, я такое там был, где-то, что ты мне тут вообще, да, ты меня тут лечишь, да, чем-то там. Нет, и не станет слушать. А как так получается, что вот люди вот с таким жизненным опытом, с таким багажом всё-таки воспринимают психолога? Я видела фотографии, их покажут для наших зрителей, там какие-то игры проводятся, какие-то такие занятия, и они, в общем-то, даже похожи в это время на детей. Как так удаётся контакт восстановить и настроить? – Ну, у нас очень хороший психолог, который работает в наших проектах уже длительное время, зовут её Юлия Револевна Семёнова. Она, конечно, очень большой профессионал, ну, человек, который, ну, может подобрать, как говорится, ключики, да, к многим душам, тем более вот таких людей, которые по определению закрыты, то есть у них в силу того, что вот такой жизненный опыт очень, как бы, можно сказать, даже страшный в каких-то моментах. Люди, они не доверяют, они же приходят, как бы, с таким вот настроем недоверия, они никому уже в жизни не верят, разочаровались, да. – Так наверняка, может, даже говорят, зачем ты меня там спас или поднял, я хочу так жить, что ты вмешиваешься, да, типа такого или такого нет? – Нет, такого нет, потому что приходят они сами, их же никто получает. – А, они сами приходят? – Они сами приходят, то есть либо, ну, по их просьбе, получается, к нам привозят полиция, УФСИН, сотрудники социальной службы нашего города, там, соцзащита обращается, очень много организаций. Наша государственная организация, единственная, да, которая в городе работает, это отделение социальной адаптации Терех, оно всего лишь на 80 мест, то есть там, как начинаются холодные, как бы, время года, да, мест, как правило, не хватает, поэтому… – Так я тоже думаю, к вам, по идее, очередь должна оставить из таких людей. Я-то думала, у меня картинка была, что вы по городу ездите, но у вас и такие случаи есть, когда вы конкретно видите, что человеку нужна помощь, вы останавливаетесь, да, на своей дорогой машине, в хорошей одежде вы ходите и забираете. Для меня это вообще, конечно… – Да, вот мы, ну, допустим, бывали такие случаи, как бы, неоднократно, то есть мы, если где-то видим там человека, проезжаем просто с супругом, с ребенком на машине, видим человек, человеку нужна помощь, он лежит где-то, либо замерзает, но мы, естественно, никогда не проедем, остановимся, заберем, привезем в центр. – Дорогие друзья, 32 00 66, 32 11 66, телефоны прямого эфира, вы можете задать какой-то вопрос или, может быть, рассказать какую-то свою историю. В нашей студии сегодня Оксана Кондакова, вице-президент Межрегиональной общественной благотворительной организации социальной адаптации «Граждан. Линия жизни». Конечно, на всю ту работу, которую вы делаете, необходимы средства и деньги. Видимо, это является основной причиной, да, но, может быть, не единственной, что вы проекты, создаёте проекты, которые защищаете, которые получают президентские гранты. И вы выступаете с этими проектами на различных мероприятиях. Вот одно из них прошло в этом году, это общероссийский форум сообщества, да? – Да. – И вы там представили один из своих проектов. Расскажите, пожалуйста, что за проект и чем увенчалось это мероприятие? – Да, в этом году, в августе, проходил общероссийский форум сообщества в Якутске. Мы были одной из десяти организаций, которые прошли отбор, да, Общественная палата Российской Федерации со своим проектом. И мы свой проект презентовали на этом форуме, рассказывали о своей работе. Там шёл видео и печатный материал, как бы был. Мы рассказывали о проекте, о деятельности, которой мы занимаемся. Ну и вообще, конечно же, финансирование, как бы, это же источник существования, да? Если не будет финансирования, не будет средств, то, как бы, каким образом людям помогать? – К тому же психологу заплатить? – Конечно, нужно же кормить такую кучу людей каждый день, три раза в день, как минимум, да? Нужно покупать им бельё, средства личной гигиены и так далее. То есть мы поэтому пишем наши проекты социальные, подаём на разные конкурсы. Являлись мы участниками-победителями фонда президентских грантов, гранты главы города Якутска, народный бюджет города Якутска, гранты неоднократные, мы победители и получатели грантов главы республики Якутия, нашего Илдархана. Ну, поэтому очень рады, конечно, что нашу работу, ну, эксперты оценивают положительно, да, дают положительные заключения, высокие оценки, и, соответственно, по результатам конкурса мы получаем финансирование и можем продолжать свою деятельность и помогать вот таким людям, нуждающимся. – Так вы же единственные, получается, в городе других таких нет людей, которые вот так замахнутся на такое непростое служение. – Ну, мы на самом деле не единственные, есть просто люди, которые в частном порядке, ну, оказывают просто вот как физлицы, да, оказывают какую-то помощь благотворительную, то есть, ну, мы просто слышим о них, да, что вот есть наши же ребята, вот, бездомные, которые обращаются к нам, они приходят, рассказывают, мы были там-то, там-то вот. – Ну, там, может быть, не так масштабно, да, может быть, какие-то разовые такие акции. – Ну, да, потому что, как бы, нужны же денежные средства для того, чтобы и специалисты, нужна команда для того, чтобы организацию, даже просто, как бы, саму некоммерческую организацию обслуживать. – Вот сейчас показывают это, что вы показываете? – Это наш склад, получается, вещевой, организован вот у нас на территории восстановительного центра. Мы собираем тёплую одежду, ну, и не только тёплую, для наших подопечных, их же нужно переодевать. То есть, если нательное бельё, носки мы покупаем, естественно, новые, а вот всю остальную одежду, да, и обувь нам жертвуют тут наши благотворители. Как бы, хотим поблагодарить, вот как раз в связи с этим, большого нашего, просто, как бы, партнёра, да, это аэропорт, аэропорт города Якутска, то есть, они вот, не востребованный багаж. – То есть, всё равно это новые вещи? – Ну, бывают и новые. – А, невостребованные, которые… – Да, невостребованные люди забывают, определённое время он хранится, и потом списывается, и нам, в благотворительную организацию, они передают все вот эти вещи. – Деньги, понятно, что без денег никак. Вот люди, которые приходят в ваш центр, они через какое-то время, наверняка же, тоже думают, что им, ну, нужны свои деньги, и, конечно, встаёт вопрос о трудоустройстве. Как эти люди могут быстро с вашей помощью трудоустроиться, что это может быть за работа, и, может быть, вы ждёте каких-то партнёров, сотрудничества с какими-то организациями, которые могут бы делать запрос на рабочую силу и помочь вот вашим подопечным заработать, пусть это будет разовая какая-то сумма. – Чаще всего работу, которую мы подыскиваем, она, разумеется, разовая, то есть какие-то работы, это неквалифицированный труд, чаще всего это разнорабочие, где-то что-то принести, поднять, помочь убраться, ну и так далее, выкопать, может быть, что-то. То есть работа такая, её стараемся, конечно, человек, когда восстановился, ему нужны какие-то средства свои для того, чтобы он уже планировал и в дальнейшем свою жизнь, он же не может находиться у нас вечно, то есть человеку нужна работа для того, чтобы он опять не вернулся на улицу и к своим прежним, как говорится, пагубным страстям и привычкам. Ему нужен источник существования, то есть нужен доход обязательно. – Прерву вас, извините, продолжим. У нас есть вопрос, слушатели или зрители. Наушники, пожалуйста, наденьте. Алло, здравствуйте. – Добрый день. – Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. – Меня зовут Матрёна, я сверюсь козвоню. У меня льются слёзы счастья. Я вам очень благодарна, потому что вы помогаете таким людям. У меня вопрос. У вас есть какой-то счёт? Я хочу перевести денежные средства на помощь вашей организации. И я не наслышала ваше имя. Он какая, вот какой центр. – Подождите, чтобы вы трубку не положили, вы оставьте, пожалуйста, свой контакт. Трубку не кладите. Сейчас Оксана ответит вам. – Наша организация называется МАБО «Линия жизни». Вы оставьте, пожалуйста, контакты свои, мы с вами свяжемся. У нас, разумеется, есть расчётный счёт. На личные карты мы деньги не принимаем, то есть нельзя этого делать. Если, конечно, возникло у вас такое желание, вы сможете перевести банковским переводом на расчётный счёт нашей организации. Мы свяжемся с вами, оставите контакты, и если у вас будет желание, сможете перевести какую-то сумму. – Вот ещё показывали QR-код, в который можно настроить телефон и в Телеграм попасть. – Телеграм-канал нашей организации. Можно попасть, сосканировать и попасть на нашу страничку. – Солидарно с нашей слушательницей и зрительницей о том, что до слёз действительно я просто сутки, наверное, была под впечатлением, когда первый раз вот с вами пообщалась в нашем эфире, и у меня действительно вот просто слов нет. Вот насколько вы делаете – грандиозное дело. Спасибо вам огромное, Оксана. Дорогие слушатели и зрители, мы буквально на четыре короткие минуты сейчас уйдём, и потом вернёмся и снова продолжим говорить о такой замечательной благотворительности и о центре «Линия жизни». Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь, будьте с вами, с нами скоро, а мы с вами скоро увидимся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы продолжаем говорить про благотворительность. Мне прям жаль, что времени мало, прям тороплюсь, хочется побольше рассказать о вашем центре. Удивительный центр есть в нашем городе, «Линия жизни» называется. Дорогие слушатели и зрители, кто, может быть, только что к нам присоединился, в этом центре помогают тем людям, кто остался без ничего, без постоянного места жительства, кому некуда идти, идут в этот центр, и там находят и кров, и еду, и семью, и возможность помощи, чтобы восстановить какие-то свои права на жилплощадь, чтобы найти работу. Как раз мы говорили о том, какая работа может подойти для подопечных этого центра. Там находятся люди из мест лишения свободы, которые, к сожалению, так получается, что остаются за бортом жизни. Вот реально те люди, которые на обочине в этот центр приходят, их направляют. Они бывают, что и сами узнают какое-то сарафанное радио работы, тоже приходят, занимаются в этом центре с такими людьми психолог, которому, не знаю, цены нет. Потому что, на мой взгляд, в ваш центр должны стоять не только те люди, которым нужна помощь, но и психологи, которые хотят для себя какой-то квест пройти, какую-то личную вершину завоевать. Потому что это окей, когда ты там сидишь в хорошем кабинете, просторном, светлом, пришел к тебе какой-то такой клиент башлевый, который там просто у него несчастная любовь или бизнес не пошел, и это все вот так вот на лайте. А ты попробуй приди вот к таким людям, у которых вообще огонь и воду, и медные трубы прошли, перед глазами была такая судьба непростая, и которые уже ничему не верят и никому не верят. Попробуй с ними контакт найти. И такое ощущение, что в нашем городе это получается только один психолог, который работает в вашем центре, на это решился. На самом деле, да, мы очень долго искали к себе в команду психолога. Желающих, как вы говорите, не наблюдалось вообще. Мы там через знакомых-знакомых нашли нашего психолога, который уже несколько лет работает с нами, помогает ребятам нашим. Ну, поэтому, как бы, да, наверное, очень проблемная, сложная категория. Поэтому не все рвутся работать с такими людьми. С ними как бы очень тяжело же, контингент тяжелый. И они поначалу же, конечно же, все закрытые, как бы тяжело пробиться к ним, достучаться до них. Поэтому, конечно, человек, который работает с такими людьми, это, конечно, вообще суперпрофессионал просто. А что они сами говорят, ваши подопечные, после работы с психологом? Что они отмечают, что в них поменялось и поменялось ли? Чем это им помогает? Помогает взглянуть на какие-то вот свои проблемы. То есть психолог, она работает с ними, пытается выявить у каждого, где вот произошел вот этот переломный момент у человека в жизни. То есть признание же какой-то проблемы, подсвечивание вот этой проблемы, да, и решение вот этой проблемы – это уже половина пути, можно сказать, для человека. То есть человек, получается, всю вот эту вот свою негативный вот этот вот весь опыт эмоциональный, который он вносит в себе, он может с психологом проработать. То есть где-то освобождение эмоциональное происходит вот этого негатива. Это вот и основная задача, да, работа психолога как бы вот в таких вот проектах с такими людьми. Просто выговориться даже, да? Конечно. Просто рассказать, что тебя в это время слушают. Конечно. И слушают с интересом внимательно. Это, конечно, дорогого стоит, потому что вот возможно, что и в этом-то проблема, когда ты не находишь какого-то человека рядом, когда может быть какое-то отчаяние, и ты не знаешь, к кому обратиться, и может случиться вот такое необратимое. Да, вы правы, конечно. Такой человек как бы нужен обязательно. Наш психолог, получается, как бы работая вот с такими людьми, она выстраивает вот этот вот контакт с человеком, подсвечивает у человека проблему, пытается найти её изначально и пытается с ним проработать, ну, вот эту боль, которую человек как бы несёт в себе. Не все, конечно, и не сразу все раскрываются. То есть это работа длительная, да, нужно к человеку найти же подход для того, чтобы состоялось, коннект как бы с ним состоялся, и человек начал доверять. Ну, поэтому наш психолог, конечно, работает. Большое ей спасибо. Да, действительно, благодарность. Фотографии показывали, где ваши подопечные, как они работают. Это вот как раз вот эти вот психологические, да, видимо, занятия. В основном мужчины присутствуют. Да. В основном мужчины. Вот иной раз говорят, у нас, кстати, в Якутске пробовали сделать какие-то вечера, знакомства. Говорят, приходили одни женщины, мужчин не было. Вот, пожалуйста, где все мужчины? Берите, да, и, как говорится, лепите для себя вот то, что вы хотите видеть. Получается, что вот, наверное, так. Так, и нам в первом блоке позвонила наша слушательница и зрительница Матрёна. Прошу прощения, если имя я не путаю, да, вдруг я путаю. И она сказала о том, что хочет помочь вашему центру. Я прямо и очень поддерживаю. У меня тоже такое желание есть. И наверняка оно есть ещё у других слушателей и зрителей, которые сейчас с нами на одной волне, на одном телевизионном канале. Какая помощь вам нужна к вашему центру? Всегда ли это могут быть деньги? Или, может быть, это какая-то ещё помощь, которая необходима, которая важна? Давайте скажем про неё. По сильную помощь, конечно, если есть, возникает такое желание у людей, да, мы принимаем и тёплые вещи, особенно вот в зимний период. То есть мы нуждаемся, люди проходят же через нас, как бы большое количество людей. Это зимние вещи, ну, мужские, конечно, по большому счёту. Кто-то помогает там продуктами питания, кто-то там бытовой химией. Ну, если есть желание, перечисления можно делать на расчётный счёт нашей организации. Контакты у нас все указаны на сайте. Сайт наш, моболинияжизни.рф. Всё набираете русскими буквами, слитно, без пробелов. Попадёте на наш сайт, там во вкладке «Контакты», как бы есть все наши контакты. Ну, можно туда зайти и... Приятно, что вы юрист, у вас всё сделано грамотно, по закону, всё правильно. И даже вот фотографии, которые мы показываем из центра, да, я, конечно, спросила, не будут ли возражать люди, которые на фотографиях, да, что увидят их лица. И вы сказали, всё предусмотрено, люди подписывают документы. Соглашения. Соглашения и с их разрешения. Да. Вот, поэтому для людей, которые хотят как-то, да, о вашем центре больше узнать, да, может быть, или как-то быть полезными, то нужно будет набрать, боже мой, где-то записала, я сама не вижу где, мобо, мобо, да, русскими буквами, «Линия жизни.рф». По-русски набираете, и вы попадёте на сайт центра «Линия жизни». И также можно ещё подключиться к вашему телеграм-каналу, вот, пожалуйста, на экранах, для наших зрителей, да, а для наших слушателей как-нибудь... Можно телеграм-канал попасть, если это словами сказать, или это сложнее? Сложнее, там символы просто, наборы, получается, сложнее. Да, это сложнее. Вопрос глупо я задала. А для слушателей можете позвонить, оставить свои контакты, кто хочет сотрудничать, и я передам, наш режиссёр запишет, мы передадим их Оксане. Ну, скоро праздники же ведь, и всё равно не обойти, да, нам тему новогоднюю, уже вроде бы как и декабрь на носу. Вот, как проходят праздники в вашем центре, как вы людям помогаете всё-таки радоваться жизни, и насколько у них это получается сделать, потому что они ведь, ну, не в своём доме, да, всё равно во временном каком-то жилье. На самом деле, любым мероприятиям очень радуются всегда, проводим мероприятия разные, но чаще всего это бывает к праздникам, да, каким-то приурочено. То есть мы последний, Новый год, конечно, это там какая-то программа небольшая, плюс ужин, и, соответственно, там ребята, ну, естественно, без алкоголя всё проходит, то есть ужинают ребята и смотрят праздничную программу по телевизору, да, и ложатся после этого спать. К 23 февраля вот у нас тоже на нас выходили телекомпания, да, Сулус Медиа, они проводили, получается, с их помощью, вернее, мы проводили конкурс стихов к 23 февраля приуроченный, то есть там предусматривались ценные подарки, прямо такие очень хорошие, часть подарков спонсорами были как раз вот сообщества, там, выпускников Хабаровского пединститута, они собирали в своём сообществе прямо денежные средства, купили сертификаты в ДНС и победителю первого-второго места вручали, а победителю третьего места вручали мы сами, то есть наша организация, дарили мы телефон, победителям вот участвовали в конкурсе у нас, ну, почти все, писали стихи, готовились, читали, комиссия потом у нас вот из независимых, получается, как бы экспертов оценивала, определяли победителей, то есть вот было там праздничное мероприятие, награждение, чайпитие, ну, вот. Как с детьми, вы с ними. А про телефоны, вы говорили за кадром, да, о том, что первая покупка, которую планируют ваши подопечные, когда они уже что-то, вопрос с работы решили, кстати, я вас прервала, может быть, мы не договорили на эту тему, ещё есть немного времени, о том, как они могут заработать себе деньги, и первые деньги они тратят, конечно же, на телефон. На телефон 99% ребят, первые заработанные деньги, конечно, они покупают телефон, сим-карты для того, чтобы быть на связи, быть на связи там с какими-то знакомыми, для того, чтобы работал интернет, кто-то ищет работу, ну, то есть связь как бы нужна. Телефон – это сколько-то тысяч, это надо какую-то, ну, нормальную такую работу найти, хотя бы там, не знаю, несколько раз пойти, даже если это разовые какие-то акции. Вот давайте, может, про работу я ещё там что-то недоспросила. Какие предложения вас заинтересуют? Ну, чаще всего такие ребята как бы занимаются неквалифицированным трудом, это разнорабочие, грузчики, реже там дворники, потому что не все готовы идти как бы улицы мести. Вот такая вот работа самая простая, то есть какие-то разовые заявки, они к нам обращаются, люди идут, зарабатывают деньги, откладывают на съём жилья, покупают там необходимые, ну, для себя там вещи, телефоны там и так далее, кому что. Кто-то, причём нередко такое бывает, отправляет заработанные деньги, часть денег своим родственникам куда-то в улусы, детям не забывают. Вот представление же у многих, наверное, такое. Вот мы в соцсетях тоже читаем, когда какие-то публикации есть про бездомных людей, да вот они сами виноваты, они сами такую жизнь выбрали и так далее. На самом деле это не так, потому что в силу разных обстоятельств люди оказываются на улице и в трудных ситуациях жизненных оказываются вообще не по своей воле, не по своему выбору. Да, от суммы от тюрьмы не зарекайся, как говорится. Поэтому, конечно, осуждать их за это нельзя, я считаю, они не все потеряны, не всё там, как говорится, одеревенело в сердце, в душе. Они помнят и про своих родных, и про престарелых родителей, и про детей. Не все, конечно, но есть такие ребята, кто не забывает. Когда я говорила о помощи, я ещё обратила внимание на тех фотографиях, которые вы отправили для эфира, есть люди, которые приходят поделиться с вашими подопечными своим опытом. Одни из этих людей, категория есть, и люди, которые пришли с срочной военной операции и рассказали, вот как-то повзаимодействовали, да, каком-то просто человеческое живое общении. И я также знаю, что сейчас в наше время, конечно, есть люди, которые стараются как-то скрыться, да, от военкомата, сменить место жительства и так далее. А ваши подопечные, они наоборот, они немножко встрепенутся, да, некоторые из них, и идут наоборот, чтобы быть добровольцами в этой теме. У нас несколько человек ушли добровольцами на специальную военную операцию. То есть они подошли по группе здоровья, прошли медкомиссию, подписали контракт, да, и они ушли туда. Да, часть, которые бы хотели, но, к сожалению, по здоровью, как бы не все, кто хотели, туда попали. Ну, это же для людей, они осознают прекрасно, да, что это для них очень мощный социальный лифт на самом деле. То есть они, получается, оказались же, можно сказать, на дне, да, жизни. И для них участие вот в специальной военной операции, такая поддержка, которая сейчас идет на всех уровнях, на всех вот уровнях, да, для них это же мощный социальный лифт, конечно. Конечно, я не сказала про тех людей, которые как-то пытаются скрыться, ни в коем случае не осуждаю. Сама бы, наверное, попыталась бы скрыться. И вообще вот в плане осуждения осудишь, да, и обязательно ты это повторишь. Поэтому я, конечно, вот часто себя одергиваю, но осуждение, к сожалению, таких людей в нашем обществе, в обществе встречается чаще, чем поддержка от того и ценнее то, что вы делаете для этих людей. А для вас-то что? Для вас что в этой работе является каким-то, вот, я не знаю... Для нас это уже стало образом жизни. Мы уже столько лет занимаемся, уже больше 10 лет этой деятельностью занимаемся. Такое количество большой людей через нас прошло. И просто когда у человека получается выбраться с самого дна и свою жизнь наладить, мы себя чувствуем немного причастными к этому. И просто вот эта радость за людей, что у кого-то получилось, кто-то выбрался, жизнь поменялась, они не погибли, ничего с ними не случилось. И, наверное, вот это самая большая награда нашей работы, нашей деятельности. Дорогие друзья, может быть, кто-то, кто сейчас нас смотрит и слышит, всё-таки, кроме нашей слушательницы и зрительницы, которая позвонила и захотела помочь, кто-то ещё захочет откликнуться, какая помощь нужна. Это значит одежда, да, какая-то одежда верхняя. Тёплая одежда. Возможно, кто-то захочет постряпать, да, что-то вкусное, домашнее, там какой-то торт, пирог. У вас есть и такие меценаты и благотворители, которые вас радуют такой продукцией, да. А потом, может быть, кто-то захочет прийти и пообщаться, да. Такое тоже возможно? Ну, тоже возможно, конечно. У нас, допустим, можно прийти там на занятия, когда там психолог ведёт, если интересно, пообщаться, поприсутствовать, послушать, где-то поучаствовать, может быть. Прийти, познакомиться, да, пообщаться. Также, наверное, психологи, да, которые, может быть, захотят быть чем-то полезным. Потому что, мне кажется, в этой истории, ну, что самое главное, это врачи, помощь врачей, да, потому что понятно, что у людей со здоровьем не так хорошо, как хотелось бы, да, после такого образа жизни, да, после мест лишения свободы. Понятно, что человеку не будет лишним, да, и обследование, вообще никому не будет лишним. Вот, и помощь, поход в баню, мне кажется. Нет? Ну, да, может быть, да. Какой-то день, в который они смогут пойти, и вот такие вот банные процедуры. Психолог, конечно же, да, вот какие-то вот такие вот вещи. Вдруг у кого-то есть, может быть, вот сейчас зародились какие-то идеи, да, какие-то вот такие желания помочь. У вас у самой, какие есть еще вот проекты, какие планы в связи с такой вашей деятельностью? Как, что вам нужно для того, чтобы, может быть, больше круг людей охватить в этой теме, да, большим помочь? Или вам достаточно, пока вы не хотите расширяться? Пока, наверное, достаточно, я думаю, да, обхватить как бы необъятное. Мы тоже не можем, у нас ресурс и командный ресурс на определенное количество людей, да, мы не можем там заниматься сотнями одновременно. Просто вы говорили, что не всех взять можете, что у вас там стоит очередь, да? Да, у нас... Это проблема с помещением? Это проблема с помещением, потому что ограниченное количество мест, да. Опять же, мы рассчитываем как бы на места, сколько у нас есть мест, соответственно, сколько нужно волонтеров, сколько может психолог охватить своей помощью, сколько может охватить своей помощью юрист, ну и так далее. Тогда, если бы была возможность большего помещения, то тогда, наверное... Можно было помочь большему количеству людей, привлечь больше специалистов. Мы заканчиваем, оказывается, заговорились. Всем спасибо, кто был с нами. Оксана, спасибо. Спасибо. Спасибо.